Привет! Это шоу «Правда или ложь?». Сегодня поговорим о современных процессорах и платах. Мы выбрали 9 популярных утверждений из интернета. Понять, что из этого правда, а что нет, нам поможет Халиль Эльхаш, руководитель отдела маркетинга НТЦ Модуль. Халиль, привет! Тебе слово. Всем привет! Давайте посмотрим, что пользователи знают об отечных разработках в сфере железа. Приступим. В России не производят современных компьютеров. Это не совсем так. В России производят процессоры, вполне сравнимые с современными зарубежными аналогами. Может быть, они не на острие передовых западных технологий, не один в один, но, как минимум, предыдущее поколение западных процессоров вполне сравнимо с отечественными решениями. Например, центральный российский процессор от наших коллег по цеху. Эльбрус 16С для серверного применения. Это достаточно мощная многоядерная система, которая годится для построения современных компьютеров, серверов и цодов. Или нейропроцессор нашей компании. К1879 ВМ8Я. Абсолютно современные изделия. Если соединить работу этих двух чипов в одном устройстве, то получим продукт, вполне сравнимый с мировыми аналогами. Итак, российские компьютеры собираются из зарубежных компонентов. Нет, хотя лет 10 назад это утверждение могло быть верным. Но сегодня ситуация улучшается. Основные узлы для компьютера уже можно собирать из российских компонентов. Отечественные компьютеры обладают российским центральным процессором. Как я уже упоминал, это процессоры Эльбрус или Байкал. У компьютеров есть российские сопроцессоры. Это, как правило, не у раскорителя производства нашей компании НТЦ-модуль. Сегодня появляются на рынке и поставщики систем хранения данных, и разработчики отечественных мониторов. В общем, все потихонечку набирает обороты. Ну что ж, начало интересное. Посмотрим, что будет дальше. Отечественное железо работает только на отечественном софте. Ну, это в корне неверно. Разумеется, российское железо разрабатывается с учетом потребностей рынка. А потребности рынка понятны. Это поддержка общепринятых распространенных операционных систем, различных конечных приложений. Чтобы идти в ногу с рынком, мы обязаны проектировать наше российское железо с учетом совместимости как с отечественными, так и с зарубежными программными продуктами. Сегодня все российские операционные системы, как и зарубежные и распространенные операционки, поддерживаются всеми российскими вендорами железа. И, я думаю, еще одно заблуждение опровергнуто. Российские компьютеры не предназначены для домашнего использования. К сожалению, да, хотя отечественные компьютеры уже могут выполнять бытовые задачи. Работать в браузере, в интернете, с популярными офисными программами и распространенными приложениями. Но пока они находятся в ценовом сегменте, который, к сожалению, не рассчитан на массовое потребление. Для повышения доступности необходим спрос от государства. И по такому пути шли абсолютно все мировые лидеры отрасли. Обеспечение ощутимой серийности процессоров госсектором приведет к удешевлению российской процессорной техники и неизбежно снизит цену на конечные изделия. Ну что ж, едем дальше. В России не производится микроэлектроника. Ну, это совершенно неверно. Еще с середины прошлого века в России отлажено полупроводниковое производство по различным технологическим нормам под самые разные задачи. У нас получило активное развитие радиационно-стойкая микроэлектроника, микроэлектроника для ответственных применений, силовая электроника, различные виды микроконтроллерной техники. Сегодня самые современные российские производства – это, например, компания «Микрон», это компания «НИИСИРАН», ну и целый ряд отечественных производственных площадок. Наша компания традиционно ведет большую долгосрочную работу с отечественными производителями полупроводниковой техники. Посмотрим, насколько актуальным будет следующее утверждение. Отечественные микросхемы востребованы за рубежом. Да, это правда. Конечно, если мы будем рассматривать рынки западных стран, то увидим, что они перенасыщены изделиями признанных массадонтов в сфере производства железа. Идти на эти рынки с российским процессором большого смысла не имеет. А вот в ближайшем зарубежье, в азиатских странах, в странах ЕАЭС, на Ближнем Востоке, есть живой интерес к нашим процессорам. Не будем заставлять зрителей ждать и двинемся дальше. Да, все верно. Такие ключевые компетенции, как разработка, владение современными САПРами, разработка процессорной техники с точки зрения создания архитектуры процессора. С этим в России полный порядок на уровне с зарубежными игроками. Но что касается технологических возможностей для производства современной полупроводниковой техники, здесь мы, к сожалению, отстаем от зарубежья. Но это отставание стремительно сокращается. Отмечу также, что скоро вообще полупроводниковый мир упрется в технологический предел кремния. И широкое развитие получит принципиально новые подходы к построению вычислительной техники. Речь про нейроморфные процессорные архитектуры, квантовые компьютеры, новые виды запоминающих устройств и многое другое. И в перспективных разработках Россия держит руку на пульсе, и здесь есть действительно все возможности действовать на опережение и конкурировать на уровне. Ну а в ожидании развития технологий продолжим разбираться с нашей темой. Производство отечественной микроэлектроники никогда не окупится. Ну нет, это слишком громкое утверждение. Я бы сказал, что все зависит от потребностей внутреннего рынка. Если будет большая серийность, большая тяга на внутреннем рынке, будет и окупаемость, и развитая экосистема, и низкая стоимость конечного изделия. Ну и давайте что-нибудь неожиданное напоследок. Обычный пользователь не сталкивается в быту с железом отечественного производства. Ну, это не совсем так. Сегодня пользователи сталкиваются с ним все чаще и чаще. Во-первых, идет активное внедрение российского железа в технические вузы, где студенты учатся работать с российским железом, с российским софтом и делать на нем свои проекты. Во-вторых, на отечественном рынке появляется все больше компаний, которые делают конечные устройства для бытовых задач на базе российского железа. Это планшеты, ноутбуки, компьютеры, серверы. Изделия создают на процессорах Эльбрус, на процессорах Байкал, на наших нейроускорителях. Растет спрос и на отечественные модули среди именно физических лиц. Например, наш одноплатный компьютер МВ-7707 сегодня активно продается физическим лицам через официальных дистрибьюторов. Так что ситуация меняется к лучшему. Это было любопытно. Рад, что нам удалось развеять много мифов, касающихся отечественных разработок. Спасибо за приглашение и до новых встреч! Халиль, спасибо! Теперь мы знаем, как в действительности устроен современный рынок компьютерных технологий. Это было шоу «Правда или ложь?». Увидимся!